МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Москва за шоу, пусть говорят, за этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Да что ты делаешь, ё-моё! Не дам мне руку, я и фалит! Это кадры задержания тренера высшей категории из города Сальск, Ростовской области, Александра Выгорко. В июле этого года его обвинили в изнасиловании четырёх своих воспитанниц, 12-летних спортсменок юношеской сборной по волейболу. Уже не первый раз это было. Где-то раз восьмой, когда это было. Тогда очень было страшно там. Тогда я издевал, ну, может, снимал где-то штаны по колено. Каждой спортсменке тренер подбирал индивидуальный подход. На протяжении года он принуждал своих воспитанниц к сексу. 12-летние девочки не осмеливались сказать об этом родителям, так как тренер грозил им, что выгонит из команды. Отрезал бы ебану, она затолкала ему в рот и ждал бы, пока он задохнётся. Сегодня в нашей студии мы попытаемся разобраться, почему 12-летние спортсменки весь год молчали и продолжали ходить на тренировки, и почему родственники тренера считают дело сфабрикованным. Игра на раздевание. Тема эфира сегодня в студии Сергей Викторович Ноженко. Папа одной из девочек. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда вы узнали о том, что произошло в жизни вашей дочери? Об этом я узнал 13 июня этого года. Мне позвонили на телефон оперативники и попросили прийти домой. Поинтересовались, дома ли жена и дома ли ребёнок. Они представили, что они оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью. Я первым делом стал переживать за дочь. Я не знал, что думать. Я всё бросил, все дела. Я пришёл домой. Меня ждали оперативники, два человека. У нас с ними состоялся разговор. Для нас женой был это шок. Это очень тяжело. То есть я понимаю ваши эмоции как отца, которому рассказывают, он представляет своего ребёнка. Да, мне хотелось разорвать этого человека. Я не представлял, как такое может сделать тот человек, которому мы доверили своих детей, которому отдали детей, чтобы он сделал из них спортсменок. Сколько лет она ходила в секцию к нему? Этой осенью будет два года, как она занимается в этой секции. И я понимаю, что до 19 июня, буквально за короткое время, они вернулись из Анапы. И она привезла золото, да? Да. Они победили, стали чемпионами России в юношеском болевое. Да, да, да. Они приехали, да, привезли грамоты, привезли медаль. Все были рады. Мы только не могли нарадоваться. Конечно, за два года достичь такого успеха в России, стать самыми лучшими среди своего возраста, это, конечно, не каждый добивается. А вы знаете, как тренер попал в разработку? Как, скажем так, оперативники вышли на него, что он педофил? Ну, мне просто как объяснили, они сказали, что они проводили за ним слежку. У них как бы были уже данные, что как бы, ну, подозрения. Ага. Подозрения. Просто после какого-то момента они установили за ним слежку, и вот по этим, по некоторым фотоснимкам, по некоторым аудиозаписям, по телефонным звонкам, они вот пришли на этом основании к нам и показали это все, и рассказали. То есть что-то происходило между ним и вашей дочерью? Давайте послушаем, что рассказывает ваша дочка. Внимание. Под предлогами говорил, довезу домой, там, сам вывозил какую-нибудь лесополосу. Говорил, раздевайся, если не раздеваешь, он сам снимает одежду. Потом кричал, если что-то не выполняешь, как бы насильно это все делал. Было очень больно, я там плакала. Он успокаивал, не переживай, не переживай, пройдет. Так надо, не бойся, расскажешь, там будет плохо. Выгоню секцию. И твоей семье будет стыдно, она запоздна, как бы будет позор ей. И тебе, и мне. И потом, если, например, трупу не берешь или не поедешь с ним, он тогда на тренировках орал, мог не ставить команду. Ну, в специальном стиле. Если наоборот съездил, и как бы там не сильно сопротивлялась или еще что-то, то тогда наоборот хвалил, там что-то еще подсказывал. Что дочка рассказала вам, как долго продолжались эти издевательства? Это продолжалось где-то с осени месяца, где-то сентябрь-октябрь. Но она говорит, что это были как бы сексуальные домогательства. Где-то, ну как поглаживание там, руками он ласкал вот такие вот случаи. А вот уже после соревнований в Волгограде, это где-то март, мне тяжело сейчас говорить. Вообще, я... Позвольте вас поддержать, я хотел бы вам выразить огромную признательность за то, что вы пришли в эту студию, потому что то, что вы здесь сейчас рассказываете, это действительно высший поступок. Я как отец девочки прекрасно вас понимаю. Вот у меня, я видя вот эти кадры, и то, что вы рассказываете, у меня просто в душе просто буря эмоций. Я могу сказать однозначно, что если докажет его вину, вот мне жаль, что в России отменили смертную казнь для таких людей. Очень жаль. Продолжите, пожалуйста, что было после Волгограда. После Волгограда он забрал ее с тренировки, она подошла, он посадил ее в машину и вывез в лесопосадке. Это вам девочка рассказывала или оперативники? Да, это рассказывала девочка. А когда вы с ней поговорили? Вот сразу после приезда оперативников? Да, она до этого всегда все скрывала. Она приходила с тренировки одинаковое время. Если там где-то чуть-чуть задерживалась, она звонила, она говорила, что папа, мама, я чуть-чуть задержусь, ничего, меня не теряйте. А период действия, с которого вот это все продолжалось, есть у вас информация, сколько продолжалось это все? Сколько это продолжалось? Эти вот насильственные действия, да, с вашей дочкой. Насильственные действия, это где-то в пределах двух месяцев. А все-таки вы считаете, почему дочка с крылой постеснялась сказать вам? Потому что она была запугана, знаете почему еще? Потому что ребенок очень любит спорт, очень любит. Он знал, какие ниточки дергать. Он знал, что такое для них спорт. Летом у них были тренировки, тренировки утреннее время и вечернее. Она ни одно не пропустила. Два раза в день? Два раза в день. В летние каникулы, каждый день. Она ни одно не пропустила. Для нее спорт это все. Она грезит. И вот этими моментами, как говорится, он и пользовался. То есть он угрожал, что если вы расскажете, он вас исключит из секции и так далее. Скажите, в лесу произошло изнасилование непосредственно. Ну то есть я понимаю, что девочка живет с волейболом, да? Уверен, что смотрела Олимпийские игры и там, не знаю, кумир ее там, Гамова или не Гамова, но, понятно, переживала за нашу женскую волейбольную сборную. И все-таки Сальск маленький город, да? Вот какая слава ходила про этого тренера? В городе говорили, что он педофил или что-то? Или вот сейчас... Я не знаю, как это случилось. Да. Просто я хочу сказать, что город разделился, как бы даже, честно говоря, вот я был поражен теми фактами, что большая половина даже, возможно, города встала на его сторону. Во-первых... Из-за чего произошло? Из-за того, что он был начальником криминального отдела при ЛОВДТ милиции. А у меня, кстати, вопрос, как мог бывший милиционер стать тренером? Вот у меня, кстати, этот вопрос такой поражает. У него звание заслуженного тренера по волейболу. То есть он, будучи милиционером, занимался волейболом? После того, как при оперативниках мне рассказала дочь, все откровенно, все... Я не могу ей не верить, понимаете? Понимаете? Давайте послушаем еще раз девочку, что она рассказывает. Внимание. Как-то я подвернула ногу, и у меня наболело. Я живу за парком. Он сказал, давай подвезу. Ну, я же... Давайте. Поехали. Вот. Вот я села... А, сзади я села. Вот. И он говорит, подвигайся. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, подвинься и подвигает меня. Потом начал раздевать. Я говорила, не надо. Он как бы начинал уже более... Голос как бы... Агрессивный. У него становился голос. Вот. Тогда я сдевал. Ну, может, снимал где-то за штаны по колено. Вот. Я говорила то, что больно не надо. Он все равно лесом ничего не останавливал. Так, может, было несколько раз. А какого наказания ты сейчас с ним хочешь? На растерзание ему дать. Андрей, вопрос. Андрей! Я как отец поддержил своего коллегу, как отец ребенка четырех с половиной летнего. Я, наверное, несмотря на то, что я депутат Государственной Думы, у меня сейчас это внутри борьба такая же, как у коллеги идет. Я, наверное, тоже бы, я не знаю, разорвал бы, просто убил бы. Потому что ты это чадо растишь в своих руках, ты делаешь для него все и веришь, что все будет хорошо. Но у меня к вам вопрос, как к отцу. Вот когда произошло вот это гадство, вот этот ублюдский поступок, вы не почувствовали от ребенка, что что-то изменилось в его сознании в этот момент, на следующий день? Вы не почувствовали, что ребенок ведет не так себя? Может быть, с ним стоит поговорить? Или это... Вот мне вот это хочется узнать. То есть вы как отец хотите узнать, меняется ли поведение ребенка? Изменился ли поведение? Честно говоря, совсем не изменилось поведение ребенка. Она приходила так же в одно и то же время. Она приходила. Она была... Вы знаете, я хотел бы сказать, что кто занимается спортом, поймут. Тренеры, которые действительно добиваются каких-то результатов команды, они настолько прессингуют своих подопечных, там, ну, морально унижают и так далее, что, соответственно, эта девочка могла... У вас, Татьяна, Татьяна, вас прессинговали и издевались... Вот и спортсменка легенды волейбола. Никогда я занималась волейболом, в сборной была команде, никогда никто не прессинговал. Ну, имеется в виду прессинг с точки зрения, там, заставляют делать по несколько раз, требуют результатов, такого никогда не бывает. Результатов требуют, нет, результатов требуют. Нет, то, что социологическое наказание, физическое наказание, это было всегда. И за какие-то результаты... У вас было физическое наказание? Нет. Сколько... Никогда. Кого-то шлепнуто, кому-то скажут, я так понимаю, какие-то вещи. Но вы, я так понимаю, в советской школе, да? У меня много есть друзей спортсменов, которые профессионально занимаются спортом, и они говорят, что иной раз жесткий тренер даже хорошо, но здесь однозначно это подонок, который перегнул палку, и его однозначно посади на пожизненное. Но, тем не менее, супруга Александра Выгорка, Ольга Александровна, не верит ни одному слову девочек и считает, что все это дело просто сфабриковано. Она сегодня в студии, что расскажет о нас. Сейчас мы послушаем «30 лет они прожили вместе». Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, я хочу обратиться к папе. Нам тоже так же тяжело, как и вам. Сейчас на моего мужа в городе происходит какая-то травля. Сейчас непонятно, что там творится. Это очень уважаемый человек. Он поднял... Какой уважаемый? Он сломал судьбу пятерым девочкам. Это неправда. Ну как неправда? Он сломал. Он поднял спорт на большой уровень. Он всегда был на виду. Тогда скажите мне, я понимаю, вот нам папа сказал, город разделился сейчас 50 на 50. Вы считаете, и почему вы не верите этим девочкам и считаете, что это дело сфабриковано? Почему? Потому что ваш муж поднял это на высоту, и теперь кто-то хочет стать тренером этой волейбольной сборной? Мне кажется, что немного желающих сегодня ездить на сборы, посвящать свою жизнь маленьким девчонкам, тем более, что это небольшой спорт. Потому что на них оказывается давление в городе. Это мне известно. И на девочек, и на родителей тоже. Для чего и со стороны коров? Мне их очень жаль. Никакого давления не оказывается. Нет, вы прекрасно знаете. После того, как мы у следователя дали показания... Нет, секунду, кто давит на родителей? Давайте как бы на чистоту, да? Ну, знаете, это началось еще год назад. Вот. У нас есть некий тренер, с которым как бы образовались такие трения с мужем. Вначале на бытовой почве, как бы мелкие такие, какие-то неурядицы там по работе были. Вот. Он тоже в волейболу? Нет, он тяжелая атлетика. Вот. Потом он стал собирать подписи у сотрудников, у тренеров, чтобы мужа снять с должности директора. Вот. Слушайте, одну секунду. А ваш муж еще не только тренер, но и директор спорткомплекса? Да. То есть такое, это как бы такое прибыльное дело? Он начальник? Нет, это не прибыльное дело, потому что это муниципальное учреждение. Ну как не прибыльное, если дети, дети сами собирали себе на соревнования деньги, покупали себе форму, покупали себе кроссовки. Мы ехали на соревнования, нам приносили список от тренера, какие продукты надо с собой взять. Потому что очень мало денег выделяется. Вот представляете, чем он до этого занимался? Он был начальником криминальной милиции. Он имел отношение какое-то к законодательной власти? Он был депутатом или не был? Он был депутатом вот в прошлом году. А избираться он планировал куда-то на какие-то должности в городе? Нет, то есть все пытаются понять, что кто мог... Итак, вы считаете, что все-таки это рук дело вот этого тренера другого, который хотел... Да, потому что от него поступали угрозы, и муж мне об этом говорил год назад. А какие угрозы? Ну каким делом? Или ему в стиле за прошлое, и за депутатство, за милицию, или кто-то хотел захватить и стать директором этого... Нет, мне кажется... А каким боком пострадали наши дети, а? Давайте вы не будете меня перебивать, пожалуйста. Вот это тренера пострадали наши дети. Достаточно посмотреть в истории. У нас в стране гораздо проще взять, если милицию покупают, подложить наркотики, ваш муж бы уехал далеко, и никто о нем не вспомнил. Утверждает данный факт, согласен с вами. Они собирают, извините. Девочки не могут просто так выдержать. На суде их будут брать. Значит, была угроза. Как девочек могли подговорить? Маленьких девочек? То есть вы утверждаете, что кто-то собрал какую-то группу, да? Подговорил девочек, они стали говорить о том, что действительно их изнасиловали. Во-первых, извините, для родителей какой-то стресс. Я считаю, что это... Хорошо, среди сексологов. Вы считаете, девочек можно подговорить так, чтобы со слезами на глазах они рассказывали вот такие ужасные истории? Девочек подговорить можно, но не пять человек. Кроме того, их показания должны совпадать. Педофил, когда действует, он действует стереотипным способом. Он не действует с Машей одним способом, а с Катей другим. Если у них будут расхождения, то понятно, что это не так. Но я бы хотел вот какой вопрос задать, главный, с точки зрения врача-сексолога. Почему ваш муж, оставив, так я понимаю, по возрасту работу начальника криминальной милиции, пошел работать не только директором комплекса, это мне понятно, да? А работать с детьми, младшими подростками, если говорить научным языком. Ему предложили занять место директора, это и спортивная школа. Евгений, все-таки вот говорят, что супруга из всех подговаривает. Вас тоже подговорили? Мастер спорта поваривает. Насчет супруги, но я знаю, что второй тренер моей матери, когда она пришла на тренировку после задержания мужа, вот уважаемые гости, второй тренер моей матери пытался подсунуть листовку под роспись, что претензий к тренеру не имеем, что он хороший человек, что это все клевета. Какая клевета, когда сестра в меня цепляется, она рыдает и говорит, что мне было страшно, поэтому извини, я не рассказала. Как это можно придумать? Я не буду верить своей сестре, моей сестре 12 лет. Это совести не нужно иметь, чтобы поднимать руку на ребенка, а то, что город разделился пополам, вот здесь вот было сказано, я не знаю, я просто скажу фактами, без домыслов. Задерживал вашего мужа ростовский ОБЭП. А вы видели вообще задержание? Это же самый настоящий художественный фильм. Можно я договорю одну фразу? При этом остальные девочки, судмедэкспертиза проводилась за городом, все показания снимались за городом, милиция не работала ни с одним милиционером Сальским и доктором Сальским не привлекали. Не правда. Давайте, давайте действительно, мы говорим о том, что как задержали, все было снято на видео, давайте посмотрим. Было продумано до мелочей, Андрей. Момент, внимание. Это было продумано до мелочей, буквально. Да в каринтон, пошли, да что ты делаешь? Он вспоминал об этой инвалидности, когда детей насиловал. Я инвалид второй группой, нельзя же так с инвалидом. Я знаю, что это правда. Это происходит в спорткомплексе, да, в кабинете у него, как я понимаю. Это было все до мелочей спланировано. Вы же поймите, это самый настоящий кинофильм снято. Правильно они были спланированы. Я могу сказать еще вот что. После того, как вот это вот задержание произошло, после того, как он вернулся с Нижнего Новгорода, после этого, он даже задал вопрос, к которому мы были шокированы. Что ты делала в такой-то определенный день в деревне? Она была у бабушки. Вот как может человек, который находился в командировке или по своим личным делам в Нижнем Новгороде, приехать в этот день, прозванивать ребенка и узнавать, где он был. А какой день, какого числа, скажите, пожалуйста, какого это было числа? Это было 13 июня. Июня? Да, июня. Это было передо мной. Они же были в Наталье. Какие сейчас есть? Это после Наталья. Есть какие-то собранные эксперименты? Нет, неправда. Вы врете. Они вернулись 9 числа с Наталья. Он с Новгорода вернулся 19 июля. Вы уже заговорились. Вы уже сами себе противоречите. В этот же день же его и задержали. А вы сказали 13 июня. Извините. Сейчас мы сделаем короткую рекламу. Далее в нашей программе появится мама одной из девочек, а также сын тренера. Что они расскажут здесь в студии сразу после рекламы? Вы смотрите «Поезд говорят». Я вам программа сегодня «Игра на раздевание». Это кадры задержания тренера высшей категории из города Сальска, Ростовской области Александра Выгорко. В июле этого года его обвинили в изнасиловании четырех своих воспитанниц – 12-летних спортсменок юношеской сборной по волейболу. Уже не первый раз это было. Где-то раз восьмой, когда это было, тогда очень было страшно. Каждой спортсменке тренер подбирал индивидуальный подход. На протяжении года он принуждал своих воспитанниц к сексу. 12-летние девочки не осмеливались сказать об этом родителям, так как тренер грозил им, что выгонит из команды. Отрезал бы ебану, она затолкала ему в рот и ждал бы, пока он задохнется. Во время рекламы к нам присоединилась мама одной из девочек, Наталья Анатольевна. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, как чувствует себя дочь сейчас? Ну, как она может чувствовать? Она у меня умничка. Она сильная? Она сильная. Она маму только успокаивает. Я понимаю, в каком стрессе вы находитесь. Почему вот, я понимаю, что у вас хорошие отношения, она замечательная девочка. Неужели желание играть в волейбол было настолько велико, что она боялась рассказать и терпела все это? По ходу так. Были обещания с его стороны, что вот она пригодная к этому, вот она такая, прямо чуть ли по телефону я лично с ним разговаривала. Когда были у них индивидуальные занятия, даже тренер об этом не знал, я позвонила, думаю, где моя дочь? Она говорит, на тренировке. Она говорит, а у нас нет тренировки. Как это нет? Она говорит, я сейчас ему позвоню. Она позвонила ему, он мне перезвонит. Да, у нас тут индивидуальные тренировки, как бы я вот там набиваю в руку, там, ну как, вот что, вот это все надо. Все, он меня начал успокаивать, не переживайте. Тем более, что я говорю, человек, прожили всю жизнь рядом. То есть вы ходили на родительские собрания, на сборы, видели? Мы знали. Да это все было зеркально, Андрей. Они даже жили, они в одной деревне. В одной деревне рядом? Да, моя жена. Вот она. Ходили к моей маме, брали молоко, такие деток стоят, выкармливали, и так вот поступили. Ну зачем же вы так, ну зачем вы, а? Ну это же, на вас оказывается давление. Ну какое давление нам? У вас сейчас такая возможность. Ну что вы говорите, у нас ребенок. Какое давление, послушайте, вы, понятно, защищаете своего супруга, подолка, который совершил данное преступление. Все жили одной семьей, все рядом, да? Просто они запуганы, вы помните? Кто запуган? Маленькие девочки сказали слово возможность. Они запуганы. Вы только что сказали слово возможность. Какая возможность у них есть? Все-таки скажите, я честно, я только за справедливость, да? Тогда кто их пугает? Кто им? Некие лица есть. Хотят его выпустить, изменить меру пресечения, из-за его здоровья. То есть из-за того, что он инвалид? Да, да. А воспоминал, он просто у него не был, а сидеть в СИЗО нельзя. Не, вопрос. Спаивал даже, секунду, даже спаивал? Да. Да, о чем вы говорите? Что, наливал им алкоголь? Он наливал алкоголь. Наши говорили. И заставлял на зиму. Девочки, мы же спортсменки, этого нельзя делать. А вы разве не распознали запах? Он что делал? Мы не слышали, что девочка приходит с запахом. Он говорил, что по ней погуляли. Андрей, о чем они говорят, Андрей? Вы не слышали? У меня дочь, у меня тоже выросла дочь. И я каждый шаг, каждое дыхание ее видела и слышала. Скажите, пожалуйста. Такое, что он с нашими сделал. А зачем он так сделал? Вы видели мою дочь, на кого он полез? Скажите, пожалуйста, у меня к вам вопрос. Кто оказывает давление? Почему вы так уверены? И объясните. Это слухи идут по городу. Вы понимаете, какие люди могут оказывать давление? Значит, я хочу сказать, что беседа вообще заваливается не туда. Особенностью психики изнасилованного ребенка является то, что ребенок считает себя плохим, грязным и виноватым в этом. Поэтому даже если есть контакт с родителями, ребенок не жалуется, а разрушается до последнего. Поэтому во всех цивилизованных странах на тетрадках написаны телефоны. Вот смотрите, на глазах у всего там, не знаю, села города педофил устроил себе гарем. Никто не видит и не слышит. И это проблема того, что он, будучи руководителем криминальной службы, я уверена, что он и там насиловал зависимых от него детей. Да что вы говорите? Вы довольно точно рассчитывали. Зачем вы короче человека, я не понимаю, а? Вы застыдно было в этом моменте. И все-таки, Таня, вот вы в команде были больные, все рядом, на сборах живете, да? Ну, скажем так, вы прошли все это. Что, девочки не общаются между собой? Общаются между собой обязательно. Если девочка боится что-то матери сказать, она через подругу скажет. Что вся команда сидит рядом, что они не рассказывали бы друг другу, что он меня насиловал, или там, девочки. Могли не рассказать. Не знаю, все, у меня сейчас внучка, ей 15 лет, она все рассказывает. Ей 15 лет, она занимается большим теннисом, она рассказывает все абсолютно. Я вообще не понимаю, как ребенок может маме не прийти и не сказать. Как по работе, да? А по работе, да? А по работе, да? А по работе, да? Как у них какая-то на него? Нет, я знаю, да, действительно. Глубочейшая депрессия, в котором находится изнасилованный ребенок. Какая обида? Я не думаю, что настолько вот надо, например, не любить тренера. Но как вот тренер может позволить себе? Она не может показать себе результат. Давайте пригласим в эту студию сына, сына тренера, Михаил. Он не верит в то, что его папа мог насиловать 5 девушек из волейбольной сборной. Встречаем Михаила. А как мама может быть в пачок? Что ребенок изменился. Извините меня. Мать! Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вы тоже работаете тренером в этом же спортклубе, где работал, работает, работал ваш отец? Да, я работаю в спортивном комплексе, тренером по волейболу. Только я мальчиков преподаю. Вы видели, как пришли задерживать папу? Да, я видел. Я находился в спортивном комплексе в это время, рядом с кабинетом. Давайте посмотрим. Покажите нам первую часть задержания, когда вот только входят в кабинет, потому что снимали все. Внимание. Ваши документы можно? Человек сидит работой. Так, не надо снимать. Все. Ваши документы. Это все на публику. Это же все на публику, Андрей. Вы раздавитесь, совершенно с удовольствием, что вы не задерживаете. Чтобы раздавить человека. Я вам все объясню. Ко мне в кабинет проедем. Это ради вашей же безопасности. Дай я выйду нормально, следователь. Нет, не надо. Я выйду нормально. Давайте я выйду. Они цирк устраивают. Он даже не отбирается ни от чего. Да он вообще не понимает. Это какой не понимает. Он ждал и ждал. Примените технические средства. Рано или поздно за ним приду. Я выйду нормально. Да не позорьте. Да не крутите мне руки. Ё-моё. Да ёлки-селеный. Да что ж вы делаете? Да не позорьте вы меня. Что ждать? Итак, что чувствуете вы? Папу выводят. И что начинает обсуждать? Дальше же шум по спортзалу. Что идет? Что произошло? На данный момент, когда было задержание, проходила как раз тренировка девочек. Девочки все присутствовали. Вот у меня в голове просто не укладывается. Если их насилуют на протяжении года, ну а почему вы тогда продолжаете ходить? Ну неужели из-за спорта можно, да? Все правильно. Итак, ваш папа рассказывал, что у него есть проблемы в коллективе с другими сотрудниками, которые хотят этой должности или как-то его сместить? Да, рассказывал. Это было примерно год назад. Ему говорили, либо уходи сам, либо мы тебя уберем с позором. Подходил тренер по тяжелой атлетике. Я не знаю, из-за чего у них началось. Я хочу сказать, что в очень хорошем состоянии спортивный комплекс, в будущем муниципальном. Руководитель и хозяйственник, очень хороший Андрей. Потом угрозы, уходи. После этого последовало несколько проверок по хозяйственно-экономической части. В течение года. Но ничего не нашли? Нет. Ну ничего не выявлено. А вы были на тренировках? Вы видели, как он общается с девочками? Здесь говорят, вот он, наверное, их шлепал, бил. Нет, абсолютно ничего не было. Было. При мне, на моих глазах, он подошел ребенку, перстнем ударил в лоб. За то, что ребенок неправильно сделал подачу. На соревнованиях. Это видел в зале. А мама хотела приехать, но не получилось. А чего же Лита промолчает? Мы сказали это. Она подбежала. Почему вы целый год молчали родители? Он успокоился. Простите меня за эмоциональный. Вы когда арестовывали, вы отца своего знаете прекрасно. Он бешеный. Вот когда, когда, секунду, подождите, подождите. Да, успокоимся. Вот когда к отцу пришли арестовывать, почему отец начал кричать, не надо меня позорить? Почему он начинает суетиться? Ну ты будь нормальным мужчиной, ты выйди, скажи. Ребят, давайте, все, я пошел. Никаких проблем. Но в этот момент, почему арестовывали? Какое ощущение, что вы живете в другой стране? Поверьте мне, все ведут себя так. Сейчас еще одна короткая реклама. Далее в нашей программе исповедь еще одной юной волейболистки, которая рассказала нашей программе о том, что делал с ней тренер после рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят», что вам программа сегодня «Игра на раздевание». Это кадры задержания тренера высшей категории из города Сальска, Ростовской области Александра Выгорко. В июле этого года его обвинили в изнасиловании четырех своих воспитанниц, 12-летних спортсменок юношеской сборной по волейболу. Уже, ну, не первый раз это было. Где-то раз восьмой, когда это было, тогда очень было страшно там. Каждой спортсменке тренер подбирал индивидуальный подход. На протяжении года он принуждал своих воспитанниц к сексу. 12-летние девочки не осмеливались сказать об этом родителям, так как тренер грозил им, что выгонит из команды. Отрезал бы ебаную, она затолкала ему в рот и ждал бы, пока он задохнется. Во время рекламы к нам присоединилась мама еще одной пострадавшей девочки Елены Неговора. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы отреагировали, узнав об этом? Можно я сначала несколько слов жене Выгорко скажу? Вот вы тоже мама, тоже у вас есть дочь, но вы нас не понимаете и не поймете до тех пор, пока вашу дочь не изосилует и желательно в извращенной форме, потому что она у вас взрослая. А нашим девочкам 11 лет, и он над ними издевал. А вы тут сидите, стройте себя прям ничего не знающим. Это тоже мама, вы в течение такого длительного времени, невероятно, что в течение такого длительного времени вы не замечали за своими девочками никаких проблем. Прямо что вы прекрасно тренировались, прекрасно выступали. Мы не забыли, мы не забыли, да нынче дети не могут быть забыли. И ну вас никто не знает. А здесь не обратные дети. Давайте послушаем, послушаем дочку Елены Вячеславовны, внимание. Точно не могу сказать, но где-то, наверное, уже не первый раз это было. Где-то раз восьмой, когда это было, тогда очень было страшно там. Я даже об этом случае, девочка мне рассказала, потому что я не могла об этом рассказывать. Следователи не знают об этом случае, я не могу рассказывать это. Ну, раз начинается истерика. Тогда еще поступила угроза после этого. Если об этом кто-то узнает, типа, все равно меня никто не накажет. У меня есть большие связи. Все равно я посижу, конечно, на тюрьме, но примерно год я выйду, типа, и сотру твою семью с земли, типа, я убью всех, кого ты любишь. Какого ты наказания хочешь, чтобы человеку хулись? Самого жестокого, что может быть. Мне кажется, и пожизненно ему будет мало. Потому что ни одна я такая. У девочек было еще хуже, чем у меня. Вот я смотрю на вас. Это правда, что ваш муж работал, Метис Выборка, и знал его? Да это страшно, вы поймите. Это очень страшно. Я не лицемерка. Вы не лицемерка. Знаете, я могу понять, почему жена защищает мужа. Она психологически не может вообще понять. У нее барьер. Понимаете, нормальная психика. Она никогда не сможет этого понять. Пока ей просто не покажут приговор. Но у меня вопрос. Почему в нашей стране нет защиты свидетелей, нет защиты потерпевших? Вы извините, вот этот весь цифр с перепирательствами между пострадавшими и, так сказать, со стороны защиты. Это результат отсутствия защиты потерпевших. Элементарный. Ваш муж работал вместе с ним, правильно? Никто никому не угрожает. Он знал, что, как он характеризовал тренера. Мой муж, да, работал в милиции вместе с Выгорко. Они работали хорошо. Вы знаете, он создает впечатление очень хорошего человека, Александра Михайловича. Он такой и есть. Да, он такой и есть. Он двуличный, как оказалось. Значит, он создает впечатление очень хорошего человека. Как тренер он тоже хороший. И это девочки тоже не раз отмечали. У них тренер еще Гладкова Елена Владимировна. Но, Елена Владимировна, простите, вас перебью. Она не смогла приехать на эту программу. Но у нас есть тоже записанное интервью с ней. И вот, что она комментирует, когда она узнала про него. Внимание. Никаких наклонностей человека такого рода никогда не было. Да, требовать, да, жесткие. Вот, мог накричать, но никак не погладить каким-то образом детей. Никаким образом, понимаете. Я неоднократно ездила. Я сама как бы занималась у него, я играла. В отношении меня такого не было рода поползновений как бы с его стороны. И тут выясняется, что получается, что где-то это происходило, когда я не видела, никто не видел. Только определенные люди, кому это было интересно, видели и все. До этого все молчали, скрывали. Я вот это тоже не могу понять. Если все знали, почему все молчали. Я, например, просто считаю, что если бы это было на самом деле, это было бы видно по ребенку. И ребенок бы никогда не пришел на тренировку по ходу. А она продолжает, они продолжают ходить. А сейчас девочка продолжает заниматься? И занимается у нее? Занимается у нее. Продолжает почему? Вот мама с папой говорили, что у нас девочки очень любят волейбол. У нас городок маленький. Они пошли в секцию волейбола, потому что, чтобы чем-то занять свой досуг. Очень полюбили эту игру. Моя дочь, да, они бредят Гамовой. Моя дочь собиралась дальше идти в спортучилище какое-нибудь или в школу Олимпийского резерва. Кстати, Александр Михайлович предлагал девочкам и обещал им, что он их устроит в ростовскую школу Олимпийского резерва. И когда вот это все происходило, он еще запугивал их тем, что говорил, ах вы вот так вот, если расскажете, я никакой школы, никакого волейбола. И когда произошло с моей дочерью в Волгограде этот несчастный случай, он сказал, если кому-то расскажешь, так и знай, волейбола тебе не видать. Давайте послушаем вашу дочь. Простите, я вас перебью. Внимание. Я даже не так уж и угроза, как бы забыла, я забыла, что про волейбол, именно что некуда будет больше пойти. И думала, мама не отпустит больше на тренировки. Хотелось только играть дальше. Настраивалась сама себя, как это все пройдет, когда-нибудь он успокоится, все равно кто-нибудь это узнает, типа все закончится, и дальше продолжаются будут тренировки. Шла на тренировку чистая. А я с ним никак не общалась, там, знаете, ну, любила, как, отводить, ну, в угол кого-то, рассказывать их про жрения. Я даже не шла с ним в одну сторону, говорю, я сама, типа, разберусь, я все знаю. Я даже не стояла с ним рядом после этих моментов. Такое отвращение к нему было. Давайте пригласим в студию дочь тренера. Она сегодня тоже приехала на эту программу, Оксану Бобровскую. Что скажет она? Встречаем Оксану. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы посещали когда-нибудь тренировки вашего папы? Я работаю тоже в спорткомплексе, бухгалтером. Все работают, и любовник, и все работают. И может быть, и так, что вы видели? Тренировки проходят, в принципе, каждый может зайти и посмотреть. Дети все утверждают, что, как бы, показывая прием, он подходил и говорил, уходишь в тренировки, подходишь, там ожидает меня твоя машина, его машина. Вы знаете, вот сейчас девочки... Подходил сюда ребенок, где туда садился, и он делал то, что хотел с ним сделать. Если же он не подходил, если же он не подходил, завтра он гнобил этого ребенка, он лежал, ниже плитуса опускал. Вы как тренер, что считаете? Девочки не могли никогда сговориться, потому что детская преданная вот эта любовь к тренеру, она самая искренняя. Они бы никогда этого не сделали, если бы этого не произошло. То есть это было, факты не у меня сказали? Ну это факт, это дети. Когда работаешь с детьми, ты видишь, что они искренне тебе отвечают и с радостью приходят на тренировки, понимаете? Сейчас еще одна реклама. Далее в нашей студии бывшие воспитанницы тренера. Что расскажут они, какие методы воспитания использовал он несколько лет назад, сразу после рекламы. Ну, перепусть говорят, с вами программа сегодня «Игра на раздевание». Это кадры задержания тренера высшей категории из города Сальска, Ростовской области Александра Выгорко. В июле этого года его обвинили в изнасиловании четырех своих воспитанниц. Двенадцатилетних спортсменок юношеской сборной по волейболу. Уже, ну, не первый раз это было. Где-то раз восьмой, когда это было. Тогда очень было страшно там. Двенадцатилетние девочки не осмеливались сказать об этом родителям, так как тренер грозил им, что выгонит из команды. Отрезал бы е**, наверное, затолкал ему в рот и ждал бы, пока он задохнется. Во время рекламы к нам присоединилась бывшая воспитанница тренера Александра Михайловича Олеся Ковалева. Итак, сколько лет вы у него занимались? Здравствуйте, Олес. Здравствуйте, я занималась у него где-то лет пять. Мне было 14 лет, когда я пришла к нему. Вообще волейбол начала заниматься с 10 лет. Итак, вот что вы скажете о сегодняшней нашей программе и ваше мнение о тренере? Смотрю видео, очень жалко девочек, их слезы и все это правдоподобно. Но вы когда занимались, вот вы здесь... Я когда занималась, ничего подобного не было никогда. Андрей, она с 14 лет начала заниматься, это уже она старенькая. То есть 14 лет, это уже старая для педагога? А не 13. Это уже даже другая статья преступления. Хорошо, там за кулисами еще одна воспитанница Александра Михайловича, Дарья Тверкунова. Давайте пригласим Дашу, что расскажет она. Даш, вы 7 лет занимались, если я не ошибаюсь. Здравствуйте. Вы испытывали со стороны тренера? Я хочу сказать, что тренер очень замечательный, никогда не было никаких там отношений или чего-то там поглаживания, как здесь сидят и говорят родители. Я прозанималась у него 7 лет. Со скольки лет? Я тоже с 14 лет туда поступила. Вы были уже стары для него. Спасибо. Девочки, вот вы сами нагло врете, вы занимаетесь, вы видите, как он проводит соревнования, как он на них кричит. Вы всегда присутствовала на тех тренировках, я слышала. Вы знаете, как он обращается с ними. Вас послушали, послушайте теперь меня, хорошо? Вот вы сидите вот именно нагло врете. Нет, давайте девочке, два секунды, девочке пусть скажут. Да, пожалуйста. И моего возраста, сейчас, извините, уже все как бы повыпускались, правильно? И у многих уже есть дети, семьи. И все мне звонят и говорят, это такой бред. Мы всегда пойдем в защиту, можно я это говорю? В защиту своего тренера. Никогда, никогда, вообще, не было никаких вообще отношений в плане сексуального характера. Тренер очень замечательный. И только, почему вот папа говорит, что 13 июня он узнал об этой ситуации, правильно? А в июле месяце они едут в Анапу и становятся чемпионками России. Как вы могли... Не в июне ездили на соревнования, в июне. Это правда, что вы отпустили, зная, что он насильник ее на чемпионат и... Это что за глупость? Это кто такое сказал? Вот, дед. Это вы такое сказали? Вы сейчас дату. Вы цепляйтесь за то, что если я перепутал дату, да? Подождите. 13 июня дочка к вам пришла и рассказала всю ситуацию. 1 июля они уезжают в Анапу. Как вы, отец, отпустили? Неужели вы не видите, что у девочки психологическая травма после этого? Они 1 июня поехали, 13 июня, чтобы они к нам пришли. Это значит, это о чем может говорить? О том, что плохое воспитание у ребенка. Что она не смогла вам прийти. Ничего себе, нормально. Как вы не увидели, если дитя насиловали? Можно я договорю? Ребенка насиловали. Она вам пришла и рассказала об этом. А вы до этого никак не заметили по ее поведению. Это такой билет. Но все-таки это не одна, не две девочек, а пять. А может, скажем так, сексуальные преференции меняться? Вот исполнилось ему, не знаю, там, 50 лет, да? Он получил вторую группу инвалидности. И вдруг он понял, что всю жизнь он любил 12-летних девочек. И до этого он скрывал свои потребности. А сейчас решил, что жизнь заканчивается и нужно на полную катушку оторваться. У таких педофилов... Нет, простите, но просто я... Если он никого не насиловал все годы, а вдруг здесь у него 5 случаев подряд. Секс, он ведь происходит не только вовне, в жизни. Он происходит в голове. Абсолютное большинство педофилов до того, как совершили свое первое педофилическое действие, может быть, они его совершили в 45 лет, 50, 55, они знали, что они педофилы. У них может быть замечательная жена и замечательные дети. Важно, что они себе фантазируют. И фантазировал он, очевидно, о девочках. И дело не в 14-ти годах. Дело может быть в том, что настало время, когда он решился вот эти фантазии, которые вынашивал с подросткового возраста, воплотить. И, кстати, очень правильно вы сказали. Он увидел здесь как бы двойная ловушка. С одной стороны, девочки молчат, потому что запуганные, считают себя грязными, считают, что все это обернется против них, как сказала Маша. Второе, у них очень сильная спортивная мотивация. Они очень хотят продвинуться вверх. И они готовы терпеть, может быть, и больше. Я бы не удивился, если бы он просто жил с этими девочками. Счастье у этих девочек. На все подвески у них готовы. Давайте послушаем еще одну маму, которая постеснялась приехать, но рассказывает все у нас на видео. Внимание! Вы понимаете, что это девчата, это все, их сгноят. Подставлять детей опять на общественный смотр. Вот 10 тренировка, значит, в 12 она уже дома. Когда он все успевал, я не знаю. Сейчас же тут же мама моя посмотрит. Ну и что? Оказывается, Маша уже давно, да? А ты мне молчишь? Ну как, я... Нет, я... Не могли, 5 девочек молчать. Не молчай, не молчай, не молчай, не скажи. Знаете, я вам одну вещь скажу, если можно, скажи, нет, да? Одну секунду. Сексолов то, что говорил, что это может скрыться сейчас. Я хочу привести один международный опыт, как раз буквально недавно прочитал. Был такой известнейший тренер Джо Патерна, который привел 111 раз, или даже больше приводил свою команду Пенсинвальского университета к победе. Был у него помощник, фамилию не помню, да и не в этом дело. Он с 94-го года по 2009-й доказанных 48 изнасилований. И самое ужасное, то, что тренер скрывал. За это полностью институт лишили всех побед. Его выкинули из десятки лучших тренеров Соединенных Штатов и мира. После этого он скончался от разрыва сердца. Но вот этого мерзавца посадили на 60 лет по американским законам, где он сгниет в этой тюрьме. Жаль, у нас таких законов нет. Я хочу сказать, что она тоже обувиена. Но в Козыке главный вопрос. Как я понимаю, сейчас все строится на показании пяти девочек. В деле пять заявлений, да? Но никаких медицинских исследований не было сделано никому в данном случае. Да. Меняется уже третий следователь. Мы не можем никак определиться и добиться, кто именно ведет дело. Вы можете это гарантировать? Вот просто у меня третий вопрос. Ваш отец или ваш муж, он готов пройти полиграфическую экспертизу на детекторе лжи? Готов, я думаю. Если он так уверен в своей невиновности, то пускай он пройдет в экспертизу. Пускай. Другой тоже громкий случай. Доктор Тапи Фернандес. Я лично выезжал к нему в тюрьму. Два часа я с ним сидел, беседовал. Два часа с ним сидел, беседовал. Он меня убедил, человек с моим опытом, убедил полностью в своей невиновности. После этого я встретился с оперативниками, которые работали по этой ситуации. Поверьте мне, люди, которым тоже я верю. Пообщавшись с ними, они меня убедили в его виновности. Вот у меня до сих пор сейчас... Нет, там был громкий развод, на миллионный развод, когда все молчали. И все было прекрасно. И жена сказала, что он насиловал, только когда поняла, что ей может не достаться что-то. Правильно? Давайте скажем. Я сейчас, я сейчас, да. У меня вопрос к девчонкам. Другие девчонки, которые тренировались в команде, которым не было приставать, они могли не знать, что к их подругам пристают или нет? Вот в коллективе как вы считаете? Нет, я вам хочу сказать, что они не могли не знать, потому что дети в таком возрасте, извините, делятся всеми. До меня занималась моя сестра, у нас с ней разница в 5 лет. Но не было никаких вообще там действий и в моем возрасте, и в ее возрасте. А сейчас, будучи 52 года инвалидом второй группы, с такой перенесшей сложнейшую операцию, его, извините, вытащили с того света. У него гипертония, третья степень, о чем вы говорите, какое изнасилование. У него было, может быть, улицы, сверху изнасилований. Зачем мы могли оболгать? Подождите, давайте послушаем. Да, мы разговаривали с некоторыми тоже бывшими воспитанницами, и к девочкам приходили люди и заставляли писать заявление. Предлагали за это деньги. Конкретно фамилия? Ну, конкретно тренера тяжелой атлетики и следователи. Для чего это было сделано? Следственная комитет. Это было сделано для того, чтобы, я вам сейчас скажу, сместить с места директора. То есть вы считаете, что... Я не считаю, я в этом уверенном. Убеждая девушке писать заявление, речь идет о борьбе за этот спортзал, что ли? Нет, не за спортзал. Вы понимаете, что обвинение человека в таком тяжком преступлении является тоже тяжким преступлением? Понимаете, было давление газа. Они писали заявление, они держали девочек по трое суток, не выпуская никуда. И они заставляли писать заявление, платили денег. Какие наказательства, что это был именно он? Показания девочек, судмедэкспертиза идет, плюс еще и тут экспертиза. Какие наказания? Голые заявления? Я могу пойти сейчас на вас накатать. Скажите, с вашей дочерью и следователем кто-то без вас общался? Были случаи, чтобы с вашей дочерью? Как их могли держать трое суток, когда никто и следователь не имеет права общаться без родителей? Как такое могло быть? А у меня, кстати, вопрос. А как вы так подробно все знаете такие нюансы в отношении него? Потому что я очень хорошо знаю эту семью. А в Сальске все все знают. Нет, вы как-то с ним тесно общаетесь? Да это маленький город. Ну и что, что маленький городок? Потому что Даша гражданская жена Миши. Ага, вот теперь все понятно. А кто вы носите, где вы, по-моему, открыты? Поэтому вы так, собственно, все интересные этой семьи и преследуете. Скажи, сейчас она этого не знает. Все понятно. Я не гражданская жена. Я пять лет не видела этого человека. И я стопрою. По сравнению с тем, как себя ведет Даша или Маша, не понятно, как вас зовут. Вы просто ведете по-разному себя. Я уверена, что Александр... Наших детей обозвали. Только не говорите, что это неправда. Малолетними крысами. Скажите, вы это слышали люди? Зачем вы? Когда я это сказала? Конечно, родителям нужно отдать дань уважения, что они борются за честь своих детей. Что они сегодня приехали и придали гласности эту историю. Мне очень хочется надеяться, что опытные следователи Следственного комитета возьмут это дело под свой контроль. И очень хочется надеяться, что именно настоящие виновные будут наказаны в том, что эти девочки плачут сегодня на наших экранах. Берегите, дай своих близких. АПЛОДИСМЕНТЫ Завтра в нашем эфире новые шокирующие подробности из жизни знаменитой советской певицы Марии Покоменко, которые вскрылись после субботней программы сегодня вечером. Опять, как всегда, этот вой звериный, ее стоны и крики, мы вбегаем вдвоем. И он вот это создание, которое еле держится на ногах, у нас на глазах, кулаком в висок, сколько и сил лупит, так закрывает голову. Дочь певицы Наталья всерьез боится за жизнь матери. Кулаком в висок певицу Марии Покоменко бил ее знаменитый муж, композитор Александр Колкер. Наталья прячет мать. Очень страшная вещь семейное насилие, когда закрыта дверь. А у нас же главный фокус, что перед камерами всегда камельфо и душка. И на всеобщее обозрение столько лет выставляется эта баечка насчет безумной любви. В свою очередь, Александр Колкер требует вернуть ему жену и обратился в питерскую прессу. Композитор заявляет, что Марию Леонидовну украла собственная дочь и силой удерживает плену. Оправдываться не собираюсь. Супруга не настолько вышла из ума, чтобы говорить в эфир, да, она говорит, он тебе пробил голову. Чашка. Почему единственная дочь композитора Александра Колкера навсегда закрыла для него дверь в свой дом? Новые шокирующие подробности из жизни знаменитой советской певицы. Завтра. Новые шокирующие подробности из жизни знаменитой советской певицы. Новые шокирующие подробности из жизни знаменитой советской певицы.